Если приоткрыть кран, вот именно эта вода идёт в городок. Мы с вами её набираем. Чистая и без посторонних примесей. Водонасосная станция второго подъёма – конечный пункт очистки. Вода из резервуара попадает в квартиры жителей. В её качестве убедились окружные депутаты. Нормально, вода нормальная. На водозаборном узле продолжается расследование загадочной истории кубинской воды. Чтобы понять, на каком этапе очистки появляется осадок, нечто похожее на личинок и другие примеси, решили осмотреть всю инфраструктуру ВЗУ. Это антитеррор. Внизу ещё один люк, и он герметичный. Смотрим, в открытую ёмкость личинки попасть не могут. Осмотрели вентиляцию, резервуары с водой, очистную станцию. Чтобы вода была надлежащего качества, она проходит многоступенчатую систему фильтрации. Кварцевый песок служит барьером для разного рода примесей. При реакции с кислородом кристаллизуется в осадок, в ржавчину. И, проходя через кварцевый песок, все примеси оседают, и вода проходит чистая. Вода со скважины поступает на очистную станцию. Для очистки используют пять фильтров. В каждом больше метра песка. Производительность 38 кубических метров. Все параметры давления и обогащения воды кислородом строго соблюдены, говорит Виктор Карбышев. В сфере ЖКХ он работает больше 40 лет. Пройдя вот эту толщу песка, уже вода поступает в РЧВ. С РЧВ, естественно, мы насосом подаем в сеть. Откуда берутся осадок и странные организмы, визуально напоминающие личинок, пока остается загадкой, разгадать которую, кажется, уже стало делом принципа. Окружные депутаты направили запрос и в Роспотребнадзор. Сегодня мы разговаривали с исполняющим обязанности руководителя нашего отдела Роспотребнадзора. Она заверила нас, что завтра, прям непосредственно завтра, будет целевой выезд их сотрудников. И будут отобраны пробы на водозаборе в трех местах. Осмотрели инфраструктуру ВЗУ и пришли к выводу. На объекте все под контролем. Однако депутаты настоятельно просят подключиться к расследованию практически детективной коммунальной истории и управляющую компанию «Ремжилсервис». Может быть, дело в их домовых коммуникациях? Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова